Коллеги, рядом со мной Артем Пономарев, сооснователь компании Альтернативного Мяса. Очень интересно, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как в принципе рынок себя Альтернативного Мяса сейчас чувствует, насколько потребитель охотно берет этот продукт? На самом деле мы начинали три года, поэтому видно в прогрессе, как рынок меняется и как увеличивается не только спрос, но и вообще принятие потребителем этой категории. Ничего удивительного здесь нет, потому что мы видим прямую связь с тем, как раньше развивался рынок Альтернативного Молока. 10 лет назад практически ничего нигде не было, и сейчас вас абсолютно не удивляет наличие там кокосового, соевого, горохового, овсяного и так далее молока на полках там в Хорике или там просто в обычном магазине. Поэтому здесь мы видим то, что мы проходим одинаковый путь. Сейчас это только-только самое начало, рынок еще в зачастливом состоянии, но в целом за последние три года количество компаний, которые занимались направлением, увеличилось в три раза. И мы видим то, что сюда заходят уже не мелкие игроки, стартаперы, которые просто там пробуют рынок и ищут себя. Это достаточно крупные компании, которые максимально осознанно идут в этот рынок, понимая не только выгоду, но и вообще как бы тренды, которые приходят нам с запада и которые мы, наверное, пропуская через себя, адаптируем больше под российского потребителя. Еще хочется узнать, ковидное время, оно заставило людей посмотреть на свое здоровье другим взглядом, и люди стали больше уделять ему внимания. Вот скажите, рынок альтернативного мяса, он вырос в этот период, когда люди подумали о своем здоровье и решили оздоровиться? Или наоборот, люди ушли к традициям, покупали уже коровок, свинюшек и так далее, и альтернативное мясо немножко ушло в тень? На самом деле мы видим то, что рынок очень удивительно среагировал. Само собой все ожидали получить какое-то падение продаж, все ожидали то, что эта продукция будет максимально невостребована, тем более с учетом того, что изначально во многом производители ориентировались на хорику, которая очень сильно пострадала во время ковидных ограничений. Но на самом деле и в рамках поста, у нас достаточно длительный пост идет, и в рамках вообще самого ковида мы увидели реальный рост. Он, конечно, накладывается на сам органический рост рынка в целом, потому что больше людей становятся более осознанными, больше людей вообще узнают о такой продукции, понимают, что это уже не просто такая соевая губка, которая ничего общего с нормальной котлетой, которой все привыкли, не имеет. Теперь мы видим то, что продукты один в один соответствуют и по вкусу, и по цвету, и по запаху, и так далее. Именно поэтому, наверное, по окончанию карантина в прошлом году мы взяли и в сентябре прошлого года создали первую в России ассоциацию производителей альтернативных пищевых продуктов, изначально ожидая то, что будет там порядка 10 участников, а сейчас их там больше 75, и это все компании, которые так или иначе связаны с рынком альтернативки. Поэтому рынок точно растет, и потребитель все больше и больше становится заинтересованным в развитии этой продукции на полках своих магазинов. Расскажите мне, как человеку, который не искушен вот этой продукцией, можно ли сейчас сказать, что при слепом тесте человеку, который никогда не пробовал альтернативное мясо, можно на выбор дать два куска мяса, пусть они будут порублены, не обязательно какая-то полная такая выкладка должна быть, но при этом он не сможет отличить альтернативный продукт от настоящего мяса. Или все-таки пока альтернативное мясо, оно не может сильно обмануть искушенного человека? Как правило, мы пробуем все продукты в каком-то блюде, то есть делать дегустацию, просто пожарив там одну мясную котлету и не мясную, это, наверное, не совсем корректно, потому что мы привыкли к какому-то соусу, к какому-то гарниру. И в целом, на самом деле, если человек, а мозг человек изначально устроен так, то, что он так или иначе некоторое восприятие допиливает, допиливает уже, дотягивает до того уровня, к которому он привык. И если человек заранее не будет знать, что он сейчас будет пробовать условно какую-то растительную котлету из сои, пшеницы или гороха, и то, что она точно будет, по его мнению, уступать оригинальному продукту, то есть обычному там куску мяса, он никогда в жизни не отличит ее. Ну, если только он не какой-то искушенный там дегустатор, технолог, который заранее сразу знает, к чему быть готовым. Я имею в виду органолептика, получается, мы кушаем это мясо, и мы прям понимаем, что непосредственно вот это тот же самый кусок мяса, я имею в виду волокна и так далее, или все же пока вот мы и не стараемся, например, сделать, так похоже, просто мы делаем тратинный продукт здоровым, вкусным и так далее, мы не стараемся пока копировать, или все-таки есть такие попытки? Именно задача в том, чтобы копировать, но и на самом деле, давайте быть честными, представители мясной отрасли от робких там замен мясного сырья на растительное там 10-15% уже давно дошли до цифр там до 80% иногда. Ну и как бы оставшиеся 20%, а у нас на 100% ванна из растительного сырья, не так-то сильно уже исправить. Поэтому в целом... Мы уже давно едим альтернативное мясо. Альтернативное мясо или как минимум с большой долей замены. Ничего в этом страшного плохого нет. Если раньше это считалось удешевление продукта и снижение себестоимости для производства, то сейчас, допустим, вся Европа, которая в том числе рассматривает не только альтернативы 100%, но просто замещение растительным белком обычного продукта из мясного сырья, начало это иначе позиционировать. Теперь это не дешевый продукт, которым просто вот порубили все косты и сделали его максимально доступным для потребителя. А это теперь белковое разнообразие, это теперь более здоровая пища. Да, вы получаете определенные ингредиенты из животного продукта, типа те же самые там витамины В12, железо и прочее. Но в то же время у вас гораздо ниже потребление мяса, и это соответствует там критериям ВОЗ, у вас меньше заболеваемости и прочее, прочее. Опять-таки это спекулятивные там некоторые позиции, можно по-разному там дотягивать, как сказать, некоторые мнения там до требований своего рынка, но в целом вот это так развивается у них. Мы отстаем на 5-7 лет, в целом, скорее всего, наверное, придет и к нам. Отлично, ну я пожелаю вам удачи и надеюсь, что правильное потребление людьми продуктов и самое главное забота о своем здоровье выйдет на первый план, и вы будете тем пионером, кто вышел на наш рынок и поможет всем нашим гражданам в этом. Спасибо вам большое. Спасибо большое.